Всем привет! Вы на канале Turbo PC и сегодня у нас очередная сборка игрового компьютера. Это будет современный вариант на 12-м поколении процессоров от Intel. Также, если вам понравится это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А если вас интересует покупка компьютера, рекомендую посетить мой инстаграм и группу ВКонтакт или профиль Авито, где по очень выгодным ценам можно приобрести компьютер под ваши задачи и бюджет. Ссылка на контакты будет в описании под видео. Усаживайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра! Процессор Intel Core i3-12100F и имеет 4 ядра, 8 потоков, поддерживает частоту до 4,3 ГГц в Turbo Boost и имеет теплоуделение всего 58 Вт. Этот процессор имеет производительность на уровне Intel Core i5-11400 и i7-9700 или Ryzen 5 3600, что и делает его лучшим по соотношению цена-производительность в данной ценовой категории на сегодняшний день. Материнская плата от Gigabyte B660M имеет 4 слота оперативной памяти DDR4 формата, что говорит нам о возможности в будущем заполнить их полностью без каких-либо проблем, когда нам это потребуется. Поддерживая частоту оперативной памяти до 3200 МГц, также имеет 2 разъема формата M.2, подтвердительные накопители, которые мы заполним в этой сборке, построенная на последнем выпущенном сокете от Intel 1700. Оперативная память формата DDR4 объемом 16 ГБ, 2 планки по 8 от GoodRam, которые работают в двухканальном режиме, имеют радиаторы охлаждения и базовую частоту 3600 МГц в XMP профиле. Свободная берет более высокие частоты в разгоне с хорошими тайменами памяти. В роли системы охлаждения процессора выступает кулер от Edcooling версия SE903XT. Алюминиевый радиатор с тремя медными трубками и кулером 90 мм отлично отводит тепловыделение нашего процессора и имеет приятную RGB-посветку, при этом уровень шума не превышает 25 дБ. Видеокарта RX 6500XT в исполнении Sapphire, на памяти GDDR6. Охлаждается двумя кулерами и температура в пике нагрузки не превышает 70 градусов. Имеет объем видеопамяти 4 ГБ, работает на частоте 18000 МГц. Имеет производительность на уровне с такими картами как GTX 1650 Super и 1060 на 6 ГБ, но при условии, что будет работать в режиме PCI-Express 4.0. В нашей сборке все эти условия исполнены. При этом наша карта на порядок дешевле, чем конкуренты, и будет справляться с большинством игр на высоких настройках графики. В расширении Full HD. Блок питания от Cooler Master имеет мощность 600 Вт, активный PFC, простой сертификат 80+, 3 разъема Molex, 5 разъемов SATA, провода для подключения видеокарты 8+,8Bin. Хороший блок питания в своей ценовой категории. Для операционной системы и прочих файлов было установлено целых 2 SSD диска формата M.2 NVMe. Первый от компании Western Digital Green под Windows и программный софт объемом 240 ГБ. Скорость читывания 2400 МБ в секунду и скорость записи 900 МБ в секунду. Второй SSD диск от компании Geoxia. Это переименованная с 2019 года компания Toshiba с хорошим качеством чипов и высоким сроком службы. Объем 500 ГБ, скорость читывания 1700 МБ в секунду, скорость записи 1600 МБ в секунду. Что нам в сумме дает объем в 740 ГБ скоростной памяти. Этого хватит нам запасом под все наши любимые игры и рабочие программы. Корпус от компании AeroCool версия One Mini. Имеет типоразмер MediTower. Дополнительно мною было установлено 2 120 мм кулера на вдув с RGB подсветкой и 1 120 мм кулер на выдув. И также наша боковая продачная панель выполнена из закаленного удара стойкого стекла. Внутри большое пространство для наших комплектовщиков, что снижает их температуру и шум. Далее вы можете погрузиться в игровой контент без моих или чьих-либо комментариев. Это конечно же тесты по моему мнению самых популярных игр, в которые вы сможете поиграть на этом компьютере. Если здесь не хватает тестов вашей любимой игры, пишите в комментарии ее название. И в следующем видео может именно она появится в этом списке. Также следует учесть, что все игры записывались в расширении Full HD 1920 на 1080. И при записи экрана использовались ресурсы процессора. В реальной жизни можно смело отнимать от загруженности процессора 20-35%. И смело можно прибавлять в некоторых случаях от 15 фпс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok